У нас, я скажу честно, очень много толковых умов, у нас очень много профессионалов, очень много ученых. Но, как ни прискорбно, я скажу честно, мы их не ценим. Наше государство не создает, в первую очередь, те условия, которые создают в Европе для ученых. Там за каждую идею, которую ученые вынашивают, а иногда вынашивают, и всю свою сознательную жизнь, там оплачивается определенная сумма. Та сумма, которая, будем говорить, по сравнению, можно купить и пару домов, и пару квартир. То есть, именно ученый знает, что если всю свою сознательную жизнь он отдает эту виду деятельности полностью все свое время, при этом его страдает семья, но он профессионально занимается этим направлением, то он потом получает, конечно, и для семьи большой огромный экономический потенциал, и для себя лично. У нас в этом хромает. Большая, конечно, недостаточность, что мы не финансируем наших ученых. Мы для них не создаем финансовый инструмент, который бы поддерживал их и заряжал их на новые идеи. Они прекрасно знают, что если они реализовывают свой потенциал и, например, придумывают какую-то хорошую идею, которая потом для государства принесет огромную большую пользу экономическую, но при этом они получают копейки, то ясное дело, что они текают за границу. Они текают со своими идеями за границей, там они эту идею реализовывают, там государство получает потом от этой идеи огромные большие прибыли, от этого страдаем мы. Поэтому все наши мозги и наши ученые текают за границу и там продают свои знания. Вот здесь мы должны изменить это, создать все условия для наших ученых, чтобы ученые не уезжали с нашего государства, чтобы ученые реализовывали свой потенциал здесь, у нас, на территории Российской Федерации. И тогда мы поднимем экономику, и тогда в политической сфере мы будем всегда на первом месте. Потому что российский ум, он всегда ценился везде, и в Европе, и в Америке. Российский ум это потенциал и будущее Российской нашей империи. Только в таком контексте мы должны и отслеживать полностью и помогать всем ученым. Здесь, у нас, внутри, нашего государства.